Полицейский Ноябрьска разыскивает мужчину ростом примерно метр восемьдесят сантиметров, 30-35 лет. Его фото вы сейчас видите на экране, он европейской внешности, русоволосый. Особый примет разыскиваемого – золотые зубы. Всех, кто что-либо знает о месте нахождения этого человека, просьба сообщить по телефонам 318-102, 318-010 и 318-094. В Арктике сдан в эксплуатацию третий военный городок. В последние годы в стране ведется активное освоение северных территорий, а Северный морской путь становится альтернативой традиционным маршрутам из Европы в Азию. На защиту интересов в Арктике направлен целый комплекс мер, в том числе военного характера. Так, на земле Александры сдано в эксплуатацию уже третье модульное здание для размещения военнослужащих. В нем есть помещение для занятий спортом, столовая, медицинский пункт, сауна и кабинет психологической разгрузки. А в конце 2015 года на одном из Арктических островов будет построен самый большой комплекс, спроектированный в форме звезды. Такое решение позволит военнослужащим свободно перемещаться внутри сооружения, максимально ограничив нахождение на открытом воздухе в условиях низких температур. А уже бывшие военные не перестают вести активную жизнь. Совсем недавно в Ноябрьске появилось межрегиональное отделение Союза десантников ЕНАУ. Подобные региональные отделения уже работают в Салихарде, Надыме и Новом Уренгое. Вопрос о вступлении в структуру всероссийского масштаба совместно обсуждали представители казачества, Союза ветеранов войны и ноябрьские десантники. Во время обсуждения участники избрали председателя Союза и особое внимание уделили развитию патриотического воспитания молодежи, а именно внедрению в школьную программу единой программы доп. образования. По плану в нее войдут единоборство, школа выживания, парашютный спорт и многое другое. В этом плане мы уже работаем с первой гимназией по парашютному спорту. У нас есть 10 куполов до 10-й, то есть укладка, выкладка, в общем, все как учили. По итогам, конечно, там будут экзамены по укладке парашютов. На будущем солдате, то есть мы будем содействовать в том, чтобы данный парень попал в ВДВ, в спецназ ГРУ. Как бы будем помогать. Им к лицу и формы, и вечерние наряды завершился окружной конкурс «Мисс полиции Ямала». В этом году в нем участвовали 10 конкурсантов со всего региона. Они демонстрировали не только грацию и красоту, но и уровень служебно-боевой подготовки, как в теоретической части, так и на практике. Победы ударей Югова и Стазовского района. Первой вице-мисс стала Айгуля Хьямова, лейтенант полиции из Нового Уренгоя. Второй вице-мисс признана старшей лейтенант внутренней службы из Ноябрьска Елена Суховерикова. «Сказать честно, я не волновалась. Хотя, конечно, самый сложный этап для меня была профессиональная подготовка, когда оценивали мои действия как сотрудника полиции, все мои знания и умения. Но я прошла успешно первый этап, заняла первое место из 10 участниц». Запечатлевая прекрасная уроженец нашего города, известный светский фотограф Даниил Величко открыл свою студию продакшн в экономической столице Америки. Даниил вырос в многодетной семье, а за творчество постигал в детской школе искусств и в детско-юношеском агентстве «Кругозор». Через некоторое время после окончания школы юноша перебрался в Москву и там за несколько лет сумел добиться успеха. Среди его звездных клиентов Сергей Лазарев, Лера Кудрявцева, Анфиса Чехова, Стас Пьеха. Даниил снимал для самых известных мировых компаний. И хотя в основном его знают как талантливого фотографа, молодой человек уже давно занимается продакшеном и рекламой. В 2008 году он открыл небольшую студию, которая превратилась в большую компанию. И вот теперь офис про продакшн у нашего земляка есть даже в Нью-Йорке. Я помню, у родителей на день рождения выключил первый цифровой фотоаппарат. Это, наверное, сейчас будет очень смешно, но он был тогда... В принципе, многие люди не понимали, что такое цифровая фотография. Сейчас для многих это, наверное, будет как-то удивительно, но в нем было всего 2 мега-пинцеля. Вот, то есть качество. То, что сейчас в айфонах, это считается очень уже маленьким. Это была прям такая действительно объемная бондура, которая делала вот такие картинки, флешка была на 8 мегабайт. С чего начинался путь к успеху простого провинциального мальчишки? О взлетах и падениях, первых учителях и опытах мы расскажем в следующих выпусках программы. Репортаж уже готовится к эфиру. Только хиты. Теперь каждый житель Ноябрьска может получить заряд позитивного настроения. На частоте 88,3 FM стало доступно радио Energy. Станция входит в топ-10 российского коммерческого радиовещания. Радиостанции под брендом Energy вещают более чем в 20 странах, от России до Канады, и считаются законодателями музыкальной моды. Теперь в Ноябрьске актуальные хиты, позитивное настроение, интересные новостные и развлекательные программы всегда доступны на волне 88,3. Мороз, холодный ветер, снегопад. От всего этого есть спасение. Впервые в Ноябрьске представлена галерея Меха. Теплые, что немаловажно, красивые шубки и дубленки. Без них на севере не обойтись. Подобрать нужные фасоны. При этом не разориться можно в центре досуга нефтяник. Именно там расположилась галерея. Если вы еще не обновили свой зимний гардероб, стоит посетить ярмарку галереи Меха. Здесь не только заботятся о постоянном пополнении коллекции, но и отдают предпочтение качеству. Разнообразие моделей, цветовых решений и фурнитуры помогут вам найти шубку, которая идеально подойдет по фасону и стилю. А если затруднитесь с выбором, обратитесь к продавцам компании галереи Меха. За многолетний период работы они научились угадывать желания самых требовательных покупателей. Компания основана в 2006 году. Мы работаем от таких фабрик города Пятигорска, как Рафаэль, Елена и Мстиль. Помнят в компании галереи Меха и о мужчинах. Для них подберут дубленку или пуховик из натуральной кожи. Шикарный ассортимент, полноразмерный ряд и безупречное качество – не единственные достоинства компании галереи Меха. Вас обязательно удивят и порадуют вполне демократичные цены и высокий сервис обслуживания. А если в данный момент вы не располагаете необходимой суммой для желанной покупки, здесь вам обязательно придут на помощь. Если вы не можете приобрести изделие за наличный расчет или через терминал, можно оформить кредит на месяц и до трех лет под низкий годовой процент. Всегда ждем вас и рады помочь. А вы непременно будете рады новой красивой теплой шубке, в которой не страшен самый лютый мороз и в которой вы будете просто неотразимы. Спешите. Выставка в нашем городе пробудет всего три дня. 7, 8 и 9 декабря в ЦД «Нефтяник», улица Ленина, 12. Сатьяна Добровольская, новости нашего города. Светлане Евдокимовой все еще нужна ваша помощь. Напомню, в сентябре этого года девушки поставили страшный диагноз «острый лейкоз». На лечение требуется просто колоссальная сумма – 10,5 миллионов рублей. Внести свою лепту в спасение человеческой жизни может каждый. 5 декабря в 19.00 в арт-кафе-галерее состоится благотворительная вечеринка. Перед посетителями кафе предстанут Театр Света и Огня Тамука, Брейкданс Союз Ноябрьска, танцевальный коллектив Шуньцы, Камедиенск и Эмси Майк. С авторской песней выступит Анастасия Малькова из Тюмени и клуб речитатива и поэзии «Живое слово». На протяжении всего мероприятия будет работать чайный бар от «Чайшу». Все собранные в результате благотворительной вечеринки средства направят в помощь 27-летней Светлане Евдокимовой. И на этом пока все. До встречи.